Доброе утро, Новосибирск! Сегодня день банщика, поэтому разговаривать будем о бане, о парильной. Ну и вообще, на самом деле, если с утра как хорошенько попариться, то на работу можно не ходить и не париться. И будет этого делать просто неохота, да, как минимум. Всем доброе утро! Меня зовут Евгений Чурилин, моя коллега-соведущая Алена Чурилина, и у нас сегодня в гостях... Александр Гончаров, доброе утро! Доброе утро! Всех с Днем Банщика! Поздравляю! Александр Гончаров, профессиональный парильщик, пармастер или, по-простому, банщик. Участник и призер региональных и международных чемпионатов по парению. Обучался у известных мастеров России и уже больше 10 лет продолжает познавать тонкости банного искусства. Во-первых, и в главных, с профессиональным праздником вас поздравляем! Спасибо! Если вы причастны, тоже ходите в баню, то я вас тоже поздравляю. Спасибо, да! Профессиональные парильщики, но еще и те, кто... Любители, да? Любители, да! Теперь у меня вопрос. Из выпускника педагогического учреждения в банщике, как так случилось в вашей жизни? Ой, да шел-шел, как говорится, до 33-х лет, как Илья Мурович встал и думал, дай-ка стану банщиком. На самом деле так и получилось, что 33 года, то есть я до этого времени занимался какие-то профессиями другими. Какими? Искали себя, да? Искал себя, ну, разные, так скажем. И рабочий, и физкультуру преподавал, и в охране работал, и на заводе работал. То есть все перепробовал по 2-3 работы. Ну, и все не мое, то есть 2-3 работы набираешь, то есть хочется больше денег, как-то заработать, еще что-то. Ну, не то, за деньгами гнался, то есть оказывается, что можно... Можно работать в удовольствие. В удовольствие, да. И вот 33 года буквально, я что-то иду, смотрю этот салон красоты, вернее, фитобочки там занимаются для восстановления организма на фоне голода. Думаю, дай-ка зайду, ну, я как по образованию еще педагогически, то есть массаж спортивный прошел, думаю, может, массажистом возьму. Ну, и, кстати, взял, зашел такой, мне говорят, слушай, массажистом не возьмем, а вот растирщиком после бочки кедровой, то есть людей надо растирать там какими-то специальными средствами. Маслами какими-нибудь, да? Да, 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 специально отвары. И вот там буквально 10-15 минут растираешь после бочки, и вроде массаж, и не массаж, но человеку приятно и удовольствие. Ну, и со временем гости начали такие, о, Александр, я такой массажист классный. Я такой, да, корону себе такое делаю, то есть начал подниматься, подниматься такой. Ну, и, знаете, до руководителя дошло, и меня перевели массажиста. После массажиста, то есть познакомился с человеком, который там начал мне вот как раз вениками чуть-чуть подучил, полотенцем поработать. Кстати, на тот момент еще это было, получается, где-то 12 лет назад. Еще полотенцами не было такого в ажиотаже, как сейчас и работа. И приехал в Новосибирске, потому что там в Новокузенске не стало места мало, корона выросла, люди все довольны, счастливы под моими руками. Говорит, Александр, тебе надо дальше. Ну, хорошо, не в Москву, уехал в Новосибирске. Ну, и в Новосибирске устроился здесь спа большой комплекс наш, очень большой на тот момент, то есть они только открылись. И все, и там уже в банную мир я начал погружаться все больше и больше и больше, стал проходить обучение. Оказывается, у нас есть... Институты есть, да? Институты. Ну, как бы один институт банный, то есть он растет с каждым годом. Ну, также есть курс, преподают мастера, то есть на тот момент, ну, они сейчас преподают, известные гуру сейчас. Вот, и начал обучаться, меня зацепил, зацепил, им все знания больше и больше, охота. И, блин, получается, и людям все больше нравится, и каждый раз вот развитие какое-то. То есть я сейчас, в данный момент, вроде бы как профессиональный парильщик, но я настолько еще много не знаю, что, блин, еще учиться и учиться. И вот я вырос в результате профессионального пармастера. Банчик или пармастер, в чем отличие вообще, есть ли какая-то разница между этими определениями или банчик это равно париль, пармастер? Или, в общем, рассказывайте. Там сколько всего, да, до определений. Я сам здесь еще, как бы, не пойму, какой все-таки правильный. Ну, среди профессионалов все-таки есть различия между банчиком и пармастером-парильщиком. Банчик, это считается тот человек, который, то есть, убирает, там, топит баню, печь, то есть, следит за чистотой в парной. Такой разнорабочий банник. Да, такой вот, как бы, ну, такой вот, вроде бы. А пармастер, это как раз который занимается парением, то есть, услуги оказывает. Ну, непосредственно работает с паром, получается. С людьми. Работает с людьми, да, да, да. Ну, я, честно говоря, банчик, это и издревле уже, то есть, давно и слово такое, то есть, пармастер, это более новый парместер. Поэтому все люди, то есть, гости, клиенты, они, как бы, все-таки у них ассоциация банчика, тот же и парильщик. Поэтому здесь пармастер, парильщик, это более для тонких людей, которые знают границы, то есть, ну, и занимаются этим делом углубленно. А, то есть, для обычных людей, кто хуй баню, банщик, это тот же и пармастер. Это вот, понимаешь, как бы, это вот для, там, изысканных людей ты ведущий, а так-то ты тамада. А, ну, в принципе, где-то что-то схожее, да. Ну, раз уж мы заговорили по поводу обучения, да, мастер-классов, институтов и так далее, у нас сегодня в студии много всего интересного. Ну, давайте начнем вот с этого. Это не по поводу обучения. Это диплом, то есть, вы дипломированный специалист? Нет, это, кстати, не по обучению, это я участник международного чемпионата по парению. У нас, оказывается, тоже проводятся чемпионаты по парению разного уровня, есть региональный, есть чемпионат России. Ну, можно же считать, что вы прошли какой-то определенный, не знаю, мастер-класс и доказали, ну, что вы, как это правильно? Это уже не слайд. Вы повысили себе квалификацию, принимая участие в данном состязании? Кстати, я всегда, то есть, я сам как тренер, то есть, обучаю парению, то есть, и само участие в чемпионатах, это есть большой урок, то есть, на обучение у каких-то сансеев, у тренеров, ты этого не получишь. А здесь, когда ты приходишь на чемпионат, то есть, соответственно, там собираются все профессионалы, то есть, кто-то, какие-то свои фишечки, ты с ними общаешься, потому что в обычной жизни ты с ними не пересекешься, а здесь приезжают другие городов, какая-то новая там культура появляется. Ну, конечно, обмена опыта в любом случае. И это обучение большое. Я хочу подметить, что это не просто междугородний, там, региональный или еще что-нибудь, здесь написано, это международный чемпионат. Там было, ну, несколько стран участвовали, ближнего и зарубежья, поэтому международный. Ну, открытые ворота были для всех, но подали участие, вот, ну, 3-4 страны были. А кто не приехал, тот пусть кусает локт. Адам, вот смотрите, вот сейчас нас зрители слушают, думают, господи, да что там веником махать? Вот давайте поговорим о вашей работе и расскажем, что это вот не просто вот веником помахал, и все, и клиент остался доволен. Чем вы должны обладать, какими навыками, что вы знать должны? Нет, ну, здесь знание это одно, а вот чувство любви, чувство вот этого вот тяги... К тому, чтобы бить людей? Да, да, кстати. Бить людей, да. Всякие банщики, то есть нет одинаковых каких-то банных программ, то есть взять даже одно похлопывание, то есть каждый порезчиков сделать по-своему. Поэтому здесь... Можно я тебе похлопаю? Здесь прежде всего нужно здоровье у банщика, потому что такой профессии официально не зарегистрировано, и никто не зарегистрирует, потому что это высокие нагрузки, высокие температурные нагрузки, то есть время нахождения там, если по регламенту брать, то ты должен там несколько минут находиться. А банщик в итоге в этом атмосфере, то есть 70 и выше градусов, находится часами. Поэтому как парильщик что надо? Это здоровье, то есть это, опять же, здоровый образ жизни у пармастера, это заниматься какой-то физкультурой, там йогой, дыхательными практиками, то есть себя все время поддерживать в форме, чтобы ты мог находиться дольше в паре. А гости не пропаренный, а тебе уже надо выйти, а гости нет, то есть, соответственно, здесь прежде всего это здоровье у банщика, ну и любовь к работе, то есть, да, пармастер на данное наше время получает очень достойно, то есть если высококвалифицированный, то есть уровень заработка высокий. Но он валируется вот отсюда, вот досюда. Ну то есть, если, например, я где-то слышал о том, что не всегда обязательно прям хлопать человека веником, причем с хорошей силой, достаточно просто легких соприкосновений, но нужно как-то уметь правильно нагреть воздух или прогреть веник, я не знаю, как это работает. Здесь прежде чем взять венички волшебные, потому что веник это продолжение руки, то есть, и он многофункционален, то есть, рука так не сможет работать. Какая функция у веника? А сейчас расскажу. Прежде чем дойти до веников, надо подготовить парную, соответственно, то есть, микроклимат так называемый. То есть, парная это не только на 100 градусов, 110, 120, как говорят, что я сейчас с тобой сжиганул, 120 посидел. Это страшно, я на самом деле. Ну, на самом деле, баня, это наша, она сочетает в себе влажность и температуру, то есть, температура и влажностный режим получается. Какой максимальный? И в совокупии, ну, считается, то есть, сейчас уже удостоверено, что это 120 в совокупии, это максималка, 120 градусов, это как 160 градусов, допустим, температуры. Сухом, да? Да. Допустим, если вы, ну, для сравнения ассоциации, что если вы в хамам заходите, там влажность высокая, там 80-100%, а температура 40 градусов. Но если вы зайдете в хорошо прогретый хамам, то при 40 градусах вы уже такие, упа, присаживаетесь. То есть, за счет влажности, ощущения, восприятия тела, оно намного сильнее получается. Конечно, да. Поэтому, если вы температуру на 10 градусов поднимете при влажности вот этой, то вообще вот сядете и уши будете заворачивать, как... Из-за влажности. Из-за влажности. Остановься, но все-таки дисперсности мне это больше подходит, хотя, ну, сейчас... Зато это более понятный термин, на самом деле. Да, да, понятно для гостей, для людей, для наших зрителей. Вот. А там в бане, допустим, в хамаме температура воздуха достигает где-то 100 градусов, это температура кипения воды. Да. А в бане за счет высокой температуры камней, которые на каменьке, то есть, мы подаем, пар достигать может 300-400 градусов. Представляете разницу? Да, да. И он мелкодисперсный, то есть, прям получается, и восприятие совсем другое, и он более глубже проходит. То есть, если крупнодисперсный он осаживается, то есть, ожоги можно получить, то вот это он более глубже проникает в пар. Ну, и вот так вдыхаешь, на самом деле, и... Да, и дышишь, когда ты немножко согреваешься. И поэтому, если вот с этим мелкодисперсным и температурой 70 и влажность, это 30-40 градусов, то это достаточно, ну, такая хорошая нагрузка для организма. И, соответственно, вот ты сперва наводишь вот этот микроклимат в парной, с помощью температуры печи смотришь, как она натоплена. Здесь очень большой играет роль сама печи. Вот так. Это самое главное. Это вам не веником махать, не просто так. Друзья, сейчас будет небольшая информационная пауза, посмотрим, что для нас приготовили журналисты телеканала НСК-49, после чего вернемся в студию и продолжим. Доброе утро всем тем, кто только что включил телевизор и присоединился к нам. Это «Оранжевое утро», и вы у нас сегодня в гостях. Александр Гончаров, разговариваем сегодня о пармастерах, о банчиках, если в простонародье, потому что сегодня день банчика. Мы в первой части поговорили все-таки о парении, да, как о целой науке, но вы ведь не с пустыми руками к нам пришли, вы тут принесли кучу всего. Давайте показывайте, зачем, что это такое. Что с этим делать? Да, что с этим делать? Всегда, когда есть выездные парения, то есть ты всегда, это незначительная часть того, что я принес сюда, но это основное. Вот, всегда с собой много чего, то есть такими баулами носишь даже и ковшики, черпачки, и в чем за приступ. Это называется апахал. То есть сейчас очень модно в нашей банной сфере индустрии это апахальные движения. То есть вот несколько раз я провел, его уже почувствую, а если это будет тепло, пар, то это еще эффективнее, то есть если я еще сильнее помашу, то получится. Я себя сейчас королева ощущения. И вплоть до мурашек, человек покрывается мурашками, то есть это облегчает труд парильщика, то есть это в начале, в стартовой этапе, когда ты начинаешь работать, знакомишь гостям. И в течение парения, то есть после выхода на контраст, опять же вот эти обдувания, они, то есть немного ощущения разнообразия для гостя, то есть для него это просто божество. То есть можно укутывать мягко, можно сильно, то есть в зависимости от восприимчивости гостя. А палочка для непослушных, да? А палочка это да, можно сказать, для непослушных, но ей можно также делать массажики какие-то, прокатки делать, да, кто-то скалки использует. Ну а здесь, если парная большая, то просто стоишь на месте. Надставить, ага. Да, и все, и то есть ничего не делаешь, а вам уже хорошо. Уже хорошо, так. Я уже могу не работать, скажите, как классно. Поэтому если парная маленькая, то я вытаскиваю ручечку и все. Это опахало, есть веера, еще, то есть там немножко конструкция другая, но суть одна и та же. Ну как бы такая же, да, суть такая же. Ага, а вот мне все интересно, вот эта вот штука стоит, это горелка или что это? Да, это, короче, здесь горючий материал. Так. Сейчас я его нажму, подставить, огонек, то есть загорится, такой фаер-шоу будет. А, вот что. Так как здесь не горючий материал, а просто разведенные ароматы, это на спиртовой настойке, здесь залита вода прохладная, то есть и в бане. То есть можно как увлажнить парную, так же и сделать какой-то такой вот приятный аромат. И вода из-за того, что холодная, если приблизите к телу, то тоже мы у своего гостя радуем вот этим вот дождиком, дождеванием, как называется. Чувствую, тебя запахло. Да, 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 да. Вкусненько. Ароматика очень интересная. Вопрос. Вот у нас в студии сейчас веников целое изобилие здесь, ну, из узнаваемых, это березовый, дубовый и вот еще травяные какие-то. Вообще, какой веник лучше и, может быть, у них какая-то функция, чем они отличаются? Полезные свойства. Это золотая середина при работе пармастера, это всегда береза и дуб, то есть в комплекте всегда идет два вида веников, то есть может три, может четыре, в зависимости от запроса гостя. То есть трава – это душица, это доник, это ромашка, я сам собираю их, и они используются для ароматов в парной. А, то есть только ароматика. То есть только ароматикой. Нет, ну, можешь похлестать, можешь протирки делать, то есть из этой же части, то есть можешь ножницами нарезать, когда он сухой, нашелушить, то есть получается соединить три части каких-то трав, то есть чтобы они были совместимы между собой и сделать какой-то пилинг травяной. Вот из этих не только ароматов, ну, пилинг, то есть расшелушил, человека натер, также для запаривания веников, то есть если хочешь, чтобы он ароматный, запах не только веника был, но еще аромат какой-то дополнительный, то запариваешь, прям запариваешь, замачиваешь в кипятке, можно сказать, траву, делаешь настой, настой чуть-чуть охлаждаешь, и в этом же настое уже готовишь венички. То есть замачиваешься, и веник приобретает новые ароматы дополнительные к своему. Ну, самый простой и доступный, это получается березовый веник. Да, березовый по ценовой, да, и по цене он самый оптимальный, то есть и у нас береза в нашем регионе растет много. Ну, просто завались, да? Ну, да, да, но береза, опять же, не каждая подходит, береза нужна более молодая такая, чтобы лист был зеленый, то есть и без всяких крапинок, еще что-то, то есть и разлапистая, то есть и техника вязания, то есть веник-веник рост. Можно приобрести какой-то веник и дорого, но самое главное – это качество веника, чтобы кустики не торчали, ветки не торчали, чтобы было все в листве, чтобы он был зелененький, чтобы был рабочий и вибрационный, то есть. А вы сами не собираете себе веники? Нет, и березы, да, я занимаюсь, то есть я занимаюсь травничеством, так скажем, не совсем травничеством, но собираю травы для бани, для чаев и вяжу веники березы. Так как у нас дуба нет, я бы с удовольствием пособирал дуба, но дуб у нас не тот, но он не подходящий для парения. Да, он более ветка грубая, жесткая. Поэтому используются два вида, то есть это березка, она более ласкательная, такая нежная, да, и дега делают из чего, из березы же, да, то есть она больше очистительного такого характера. Нет, может быть, я не знаю, может быть, береза обладает каким-то определенным свойством и залечивает там, не знаю. Нет, ну мы в душу и рану, в душу и рану. Это образно говоря, на самом деле, да, то есть если мы работаем с энергиями, но не будем здесь поддаться в подробности, то здесь каждое дерево имеет свою энергетику, то есть и при запросе гостя какой-то, то есть ты подбираешь к нему обязательно дерево. А у дубового веника в чем отличие? Дуб, это больше ласкательных, а у дуба, у него широкий лист, он менее вибрационный, но тоже должен быть такой более гибкий. В нем хорошо захватывать пар, и как раз вот основное парение делать дубом, то есть вот эти вот удары, как вы сказали, вначале вот бить прям там, можно бить, кстати, тоже прям сильно-сильно, но для того, для этого надо нам подготовить ленту. Поэтому дуб, вот это основной веник, который используется в процессе парения. Некоторые любят березку, вот у меня, в принципе, всегда в парении сядем в гости, это два дуба, два дуба, две березы. Это начальная стадия, это основная стадия парения, то есть и завершающий, также березка хорошо быть мыльным раствором, то есть какие-то движения делать, вместо вихоточки использовать. Вот это я не слышал, на самом деле, я бы как-то, я не знаю, видимо, классическое больше бани было, где обязательно нужно взять березовый веник, значит, не забыть его запарить, потом попариться, и все. Вот, заблуждение всех наших. Что еще можно сделать, вот, оказывается, можно еще в мыльный раствор, вместо вихоточки использовать веник, удивительно. Причем ножницы вы тоже с собой берете в парную? Да, но в парную нет. То есть вы бьете, еще что-то отстригаете? Да, да. Нет, дело в том, что баня, давайте понимать, что баня, это такая очистительная среда, туда у нас все время ходили мыться, омовение делать. Поэтому парение, это уже туда прилепили, в основном ходили мыться, то есть перед воскресной службой, почему в субботу именно? Потому что в воскресенье сли на службу в церковь, шли люди, и перед тем, чтобы пойти туда чистеньким, в субботу принимали баню, то есть омовение делали какие-то, чистили себя, парили, чтобы в церковь было. Грехи отмывали, да. Ну, или так. И это в том числе, да. Все не отмоешь, как говорится. Поэтому, да, предметы, это секатор, садовый обычно секатор. Обычный, да, действительно. Да. Зачем он вам? И ножницы. Ну, с секатором это веревка. А, веревка, это самое главное. Очень интересный набор. Мыло еще должно быть. Это как раз раствор наводить, чтобы, ну, помыть. Вот. Но для чего он нужен? Ну, веники в процессе работы, он хоть какой бы хороший не был, чем качественный веник, тем меньше он облетает. Но в зависимости от ударов, то есть можно прям хрестануть, и он весь рассыпется. В зависимости от техники парения, тоже бывают там хорошие движения, когда он прям разлетается. И образуются вот какие-то там голые веточки. Эти веточками ты можешь клиента, гостя, поцарапать. Ну, повредить можно, да, поцарапать, конечно. Поэтому вот мне нужно стекать, ой, ножницы я беру это. Ножницы лучше брать для рыбы, которые пухлые. Ну, они поплотнее, да. И то есть я вот кончики вот раз, 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 обрезал, и у меня веник снова новый. Это как? Это когда, говорит, да, человек лежит, уже говорит, все, не могу. Терпи, у меня еще ручка осталась. Нет, кстати, про ручку это тоже отдельная история есть. Я расскажу, если время будет. Ну, а секаторы, то есть веревка, потому что в процессе парения, то есть веник не подготовлен, не было времени у парильщика, то есть то он нужен, он же, когда ссыхается, то ветка, ручка становится такая, ветки могут выходить. Поэтому вот веревочка специально для того, чтобы она всегда у меня с собой, то есть... Это уже для удобства банщика. Это для, да, подлатать, да. Это для, да, подлатали, подрезали как раз камелечек, ручечку, чтобы была ровненькая, вот как раз про рукоятку. Вот этой рукояточкой, камельком можно делать всякие массажи, движения. Ах, вот как. Да. Полотенце. Полотенце вы с собой принесли, чего-то хотели показать, я точно знаю. Да, мы много поговорили про веники и так далее. Вот полотенце. Что можно делать с полотенцами, помимо того, что вытереться, завернуться в них и, собственно, все? Слушай, многофункциональные... Многофункциональные устройства. Многофункциональные устройства, да. То есть в бане полотенце можно использовать, допустим, на дверь повешать, чтобы, то есть дверь, когда выходишь, заходишь, как парозахват использовать. То есть два гвоздика или там... Ну, чтобы пар не выходил, когда выходишь, заходишь парно. Да, потому что он сразу поддал, только вышел, а когда парозахват висит, ты тут прогнулся. И тем самым еще, то есть раньше было такое, что в бане делали низенький, низенький дверь, то есть приходилось... А, есть такое, да. Помните старое? Да, я помню, да. Один, это практичность в том, чтобы пар не выходил, а второе движение, это сила в этом, то, чтобы ты при заходе поклонился баннику. Ага, вот. И машинально. Раз уж мы сразу на этом, да, нужно обязательно акцентировать внимание. Банник, это... Вот это банник? Да. Это некий, ну, вот как вот, я знаю, домовой есть, да, и так далее. Это вот... Это аналогично домовому, только он живет в бане, у них по энергетике немножко разное. То есть банник, он все-таки за банью, он более к таким темным силам. То есть он может как и помочь, так же и начудить очень жестко. А домовой, это он более добрый. А вот с банником надо аккуратно, то есть... Поэтому лучше ему поклониться. Лучше поклониться на баню. Лучше поклониться, зашел, поэтому низкие пары. И вот полотенце, кроме как пара захвата, можно им делать. То есть это система из германской сауны, называется Август, всем известно. Вот. Там работают как раз там сауны финские, большое помещение достаточно. У нас помещение таких даже еще в Новосибирске, ну, есть уже, да. Вот. И загоняют прям, ну, заходит много народу и устраивают целое шоу. Шоу театральное. То есть парильщики наряжаются какие-то, то есть... Костюмы какие-то, да? Шапки, музыкальное сопровождение. А делают-то чего? Вот. Покажите. Танцуют с полотенцем, наверное. Да. И начинают работать с полотенцем. То есть вся фишка, это как, знаете, пиццерия. То есть вот запоказан. Да, да. И там вот... Раскручивают основу. Вот, так же и здесь они работают с полотенцем точно так же. То есть элементарные, которые вы можете сами сделать, это... Вот они, движения. А, ну, конечно. Вот. То есть, по сути... Аналогично замена апахала. То есть не надо покупать апахала. Взял полотенчик. Бюджетный вариант. Бюджетный вариант. И не париться можно. Нет, как раз здесь запариваются вот эти движения. Здесь просто помахал, да, не укрепляя все дыхание. А здесь уже затратишь какую-то силу. Ну, да. Поэтому здесь можно движение вот такое, можно сверху забрать, можно снизу подать. А можно сделать, я так называю, пушкой. Это моя такая фишка, когда человек разогреваешь очень хорошо, прям вот так до жара, и делаешь такую пушку. Вот, действительно. Мы еще раз поздравляем вас с профессиональным праздником. И, коль уж сегодня день банщика, знаете, где его нужно провести? В хорошей банке. Не мешал бы, да. Александр Гончаров у нас сегодня в студии. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Спасибо, да. Вам большое спасибо, что пригласили. И поздравляю всех причастных к бане. С днем банщика.